Год 2020-й получился очень непростым и в связи с обстоятельствами пандемии коронавируса, с одной стороны, и, к сожалению, природные, климатические обстоятельства и условия не способствовали тому, чтобы мы смогли в полной мере воспользоваться всеми нашими возможностями. Речь идет о засухе 2020-го, которая стала настоящим испытанием для сельхозотрасли. Пострадало порядка 240 хозяйств. Общий ущерб составил свыше 617 миллионов рублей. К слову, господдержку уже получили пострадавшие животноводческие хозяйства – свыше 340 миллионов рублей. На очереди растеневоды. В ближайшие дни ожидаем поступления средств из федерального бюджета на компенсацию ущерба в результате гибели застрахованных посевов. Это 45 миллионов 600 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации принято 5 декабря. Надеемся, что наше обращение в Федеральный Центр о дополнительной поддержке аграриев, не застраховавших свои посевы, также не останется без внимания. По поручению губернатора лучшие участники трудового соревнования в АПК получили автомобили. На этой неделе машины отправили в сельские районы. Особое внимание власти общественность уделила и теме развития городского транспорта. В среднем износ парка автобусов, трамваев и троллейбусов составляет 80%. Цифры озвучили на заседании Совета общественной палаты «Края». Как отметил губернатор Виктор Томенко, решение проблемы видится в комплексном подходе. Вопрос этот действительно сложный, потому что он очень финансово емкий. Возможно, все же вот такое долгосрочное планирование, долгосрочное понимание, как мы могли бы ситуацию улучшать и что для этого потребуются определенные ресурсы, плюс, скажем, задействование сегодняшних механизмов государственного частного партнерства, когда можно каким-то образом привлекать финансирование, по которому потом рассчитываться в течение ряда лет уже так более комфортно для бюджета, не колоссальными суммами сразу, а как-то. Это могла бы быть перспектива. В период пандемии особо ощутима помощь волонтеров. Они помогают пенсионерам, работают в колл-центрах, поликлиниках и больницах. Участникам всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» сегодня в правительстве региона вручили медали. И сегодня мне очень приятно отметить, что не только личная, а собственная включенность от наших лидеров волонтерского движения здесь потребовалось, но и большие организационные и таланты, и усилия. И у вас это получилось. Кроме того, в преддверии Дня Конституции свои первые паспорта гражданина РФ из рук губернатора получили юные жители Алтайского края. Анастасия Бертенева, День с толком.